Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем делать рябинку красную. Для этого нам понадобится бисер, проволочка. Сейчас мы с вами сделаем листик. Набираем одну бисеринку, спускаем ее вниз. То есть делим нашу проволочку пополам и спускаем бисеринку вниз. Набираем еще две бисеринки на один из кончиков и проводим вторым кончиком с другой стороны. Мы подтягиваем вниз к нашей одной бисеринке. Набираем еще две бисеринки, тоже с обеих сторон проводим, затягиваем вниз. Еще две бисеринки и еще две бисеринки. То есть у нас должно получиться сначала одна бисеринка, потом 4 ряда по две бисеринки. Вот, затянули. Вот у нас одна бисеринка и 4 ряда по две бисеринки. И набираем еще одну бисеринку. Закрываем наш листик, проволочки скручиваем. На эти листики много проволоки не надо, это я взяла слишком большой кусочек. Вот где-то сантиметров 20 на один листик будет достаточно. То есть мы делаем, делаем листик и оставляем хвостик. Такой вот листик у нас получается. Таких листиков нам нужно 8 штучек на один наш листик. То есть нам нужно 8 таких вот листиков. И центральный 9 листик мы делаем таким же способом, только набираем одну бисеринку, потом две бисеринки, потом три раза по три бисеринки и в конце две бисеринки и скручиваем тоже у хвостик. Отставим листики пока в сторону. Берем еще кусочек проволоки. Так как рябинка у нас будет с гроздями, мы сейчас с вами сделаем еще гроздь рябинки. У меня вот такие вот бисеринки. Я не знаю, это какой размер, 6, наверное, номер 6. Вот они крупные такие. 10 штучек. На каждую гроздь у меня будет по 10 таких бисеринок. Вот берем, оставляем вот хвостик и делаем скруточку. Вот берем нашу бисеринку и скручиваем вот так вот проволочку. Делаем скрутку где-то приблизительно на 1 сантиметр. Я делаю на глаз, вы можете, например, примерять вот линеечкой. То есть сделали 1 сантиметр. На этот длинный кончик набираем еще одну бисеринку, спускаем и подтягиваем проволочку вот так вот смотрим, чтобы у нас... Сгибаем, чтобы у нас скрутка была одинаковых размеров. То есть каждая скруточка у нас вот, у нас получилась уже вот такая вот. Набираем еще одну бисеринку. Тоже сгибаем вот так вот проволочку. Подводим к нашим бисеринкам, которые мы уже скрутили. Смотрим, она приблизительно на одном уровне. И скручиваем. Вот, у нас уже 3 бисеринки. Так проделываем со всеми оставшимися бисеринками. То есть вот отогнули проволочку, скрутили, скруточку сделали. Скрутку делайте плотненькую, хорошую. Вот еще одна бисеринка. Вот что у нас пока получается. Вот так я проделываю до конца. То есть по одной бисеринке скрутка высотой где-то 1 см. Вот я скрутила все свои 10 бисеринок. Вот так они выглядят. Теперь я их вот так вот скручиваю вместе между собой. Задеваю кончик отвода, где первая наша, за любую из скруток. И скручиваю 2 хвостика наших проволочки, которые у нас остаются. Вот такая вот гроздь у нас получается. Сейчас мы соберем веточку и прикрутим к ней нашу гроздь. Вот обрезаем лишнее. Теперь у нас вот такая вот гроздь маленькая. У меня будет рябинка небольшая и совсем-совсем нежная. Берем листик, который у нас идет 1 бисеринка, 2, потом 3, ряда по 3 и 2 бисеринки. И берем наши остальные листики, которые я вам показывала. То есть где у нас идет 1 бисеринка, потом 4 ряда по 2 бисеринки и в конце 1 бисеринка. Берем наш как бы центральный листик и берем 2 листика поменьше. Приблизительно на расстоянии где-то 1,5 см от окончания нашего вот этого листика. Прикладываем с одной стороны 1 листик, оставляя у него ножку где-то 8 мм и также приставляем с другой стороны. Вот так вот должно у вас получиться. И вот эти здесь вот прижимаю пальчиком, придерживаю и все наши вот эти проволочки скручиваю вместе. Плотненько, хорошо скручиваю, чтобы они не бегали. Вот скрутила, вот такой вот элемент у нас получается. Теперь, дальше отступая уже вот от этой нашей части, вот где у нас проволочки, прикрепляю еще 2 листика с обеих сторон, тоже оставляя у них ножку где-то 8 мм. Придерживаю пальцем, здесь где я скрещиваю все 3 проволочки и скручиваю снова проволочки наши вместе. Прикрепляю наши листики к нашему уже. Вот так. Теперь еще 2 листика, тоже с обеих сторон. Вот приложили вот так вот с одной стороны, Придерживаем пальчиком, прилаживаем с другой стороны, вот и скручиваем вместе. Вот так вот. И последних наших 2 листика. То есть прикладываем, придерживаем и прикручиваем наших последних 2 листика. Хорошо, хорошо, вот наши кончики вот так вот скручиваете. Вот такой вот листик получается. Теперь берем нашу гроздь и снизу вот подставляем. Она у нас потом опустится, вот так вот будет висеть. Подставляем снизу и сразу же, где у нас заканчиваются вот наши последние листики, вот здесь, Прикручиваем нашу гроздь, оставляя у нее где-то пол сантиметра проволочки всего впереди. Вот прикрепили хорошо, вот такая вот веточка у нас получается с гроздью красной рябины. Таких веточек всего у меня будет 11 штук. Вот именно листик с гроздью у меня будет 11 штук. И еще нам понадобится 22 листика отдельных, То есть делается точно так же, здесь 1 бисеринка, потом 4 ряда по 2 бисеринки и 1 бисеринка. И центральный идет 1 бисеринка, 2 бисеринки, 3 ряда по 3 и 2. Точно тоже все самое. Таких листиков отдельных у меня еще 22 штуки. То есть всего вот таких вот листиков у меня 33 штуки. 11 штук будет с гроздью, 22 будет просто. Мы потом в процессе работы будем собирать их вместе. То есть к нашим вот этим штук с гроздью присоединять будем, наверное, еще вот по 2 листика. У нас будет вот выглядеть вот так. Сейчас мы удлиним ножку. Нам понадобится чуть подлиннее, так как мы будем здесь прикручивать еще наши листики. Нам нужно будет, чтобы они хорошо цеплялись. Вот нам надо удлинить ножку. Удлиняю я с помощью своей оси. Какой осью я пользуюсь, я вам уже показывала в предыдущих роликах. Берем флористическую ленту и прикладываем вот так вот нашу ось к нашей проволочке, не доходя до вот этой скрутки, буквально пару миллиметров. Чтобы мы сейчас нашу ось закрыли хорошо флористической лентой. И вот так вот плотненько-плотненько здесь, где у нас оканчивается проволочка наша осевая, мы проходимся несколько раз. И разворачиваемся флористической лентой, идем вниз. И прокручиваем до той поры, пока вам хватит ленты. Но нужно, чтобы было закрыто флористической лентой здесь, не меньше, по крайней мере, 4 сантиметра. То есть, 4 сантиметра должно минимально быть вот здесь вот закрыто. На этом, в принципе, все. В следующем видео мы будем с вами собирать наши веточки, собирать деревце и сажать его. Напомню, у меня будет 11 веточек с гроздями и 22 веточки еще вот таких вот отдельных. Мы из них будем делать, уже скручивать веточки побольше. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!